Добрый день, уважаемые земляки! Сегодня в нашей студии мы будем говорить о ДТП и его правовых последствиях. Тема насколько сложная, настолько и трагичная. Ну вот давайте спроецируем ее на обычную нашу шитейскую действительность. Когда человек за пять минут до ДТП пьет кофе в придорожном кафе, он не имеет ни умысла, ни, скажем так, ни о чем таком плохом не задумываться, а через пять минут ему приходит осознание того, что скорее всего ему придется отвечать перед судом, в отношении его будет возбуждено уголовное дело, и человек понимает, что с этого момента его жизнь изменилась коренным образом. Вот такова специфика ДТП. Разбирать все нюансы этого момента, который чаще всего в суде рассматривается достаточно длительный срок, мы будем с председателем Шексинского районного суда Константином Александровичем Потаповым. Константин Александрович, здравствуйте! Добрый день! Вот первый вопрос, который у меня как у обычного обывателя возникает, это при первом же ознакомлении со спецификой рассмотрения дорожно-транспортных происшествий. Если в обычных делах, например, о кражах, мы сразу видим человека, который взял чужое, соответственно, он несет ответственность, то в ситуации с ДТП все несколько сложнее. Ответственность несет источник повышенной опасности. Вот это вот исключение закона. Вот давайте разберемся, что такое виновный и источник повышенной опасности. Ну вот смотрите, ответственность несет не источник повышенной опасности, а владелец такого источника. И при этом не подразумевается, что вот у него есть источник, и сразу же вот он несет ответственность за это. А именно в практике это рассматривается, что это не предмет, а деятельность, которая осуществляется этим источником. Ну, допустим, электроэнергия высокого напряжения, атомная энергия, перевозка каких-то грузов. То есть это те сферы, которые не полностью может контролировать человек. То есть это связано с техникой или еще с какими-то проявлениями энергетики. Поэтому это источник повышенной опасности. И несет за вред причиненный деятельность такого источника его владелец. И здесь вот получается небольшая разница в ответственности. То есть он несет за действия либо вредоносные свойства вот этого источника. Ну вот конкретный пример. С чем, где чаще всего мы сталкиваемся именно с источником повышенной опасности? Ну, в повседневной жизни, в повседневной жизни граждане сталкиваются, естественно, с управлением транспортными средствами. Это большинство из нас. Да, да. Автомобиль. Хорошо. А как суд определяет владельца? Ведь здесь тоже вопрос неоднозначный. Кто является владельцем источника повышенной опасности? Владельцем источника повышенной опасности юридическое лицо является либо гражданин. И тот, кто, допустим, на праве собственности. Автомобиль у гражданина зарегистрирован. Он его купил, приобрел. Тут понятно. Да, допустим. Потом, он же может его взять в аренду. В этом случае кто несет? Он уже арендовал. Он владеет им на правах аренды. На правах аренды. Да, у него есть договор. Допустим, по каким-то другим договорам гражданским тоже он будет уже приравнен к владельцу и нести ответственность. Однако, есть опять же исключение. Водитель, который управляет транспортным средством и исполняет свою трудовую функцию, он не будет признан и не является владельцем источника повышенной опасности. То есть, водитель, который эксплуатирует транспортное средство по найму. То есть, он пришел на работу, устроился, заключил трудовой договор и в этом случае несет его руководитель? Да. Или собственник? Ну, как правило, руководитель и собственник. Так, хорошо. А вот кто несет ответственность за вред, причиненный вот этим источником повышенной опасности? Вот именно владелец. Владелец. Я еще раз говорю, владелец несет. Так, хорошо. А если ситуация такая, когда транспортное средство просто угнали? Здесь другая ситуация. Владелец есть, он понятен. Да, да, да. Если будет доказано, что транспортное средство угнали, то владелец не будет нести ответственности, поскольку этим транспортным средством владели на противоправно. Но, опять же, если вдруг владелец по какому-то своему халатности, скажем, оставил автомобиль на открытой неохраняемой площадке, автомобиль тоже открыт, ключи зажигания в замке оставил, то в этом случае... То есть, он сделал все, чтобы у него угнали? Ну, да, да. Он постарался. Да, он постарался. То в этом случае виновность, может быть, степень вины поделена в долях. То есть, суд может определить? Да, да, да. Ну, это понятно, это долгое рассмотрение. В каждом конкретном случае вот этих долей будет определение. Но не исключен такой вариант, и скорее всего так и будет, что он тоже понесет вот за такие халатные свои действия. Мы даже знаем, что вот такой пример, который я привел, в некоторых страховых продуктах, он даже не считается страховым случаем, и ему не будет выплачена страховка за угон, если он своими действиями погустительствовал таким вот вариантом. Хорошо. А ситуация, например, когда потерпевший сам спровоцировал причинение вреда. Такие случаи, я понимаю, что они редки, но они присутствуют в своей практике. Ну, печальный ободовлитель, например, суицид. В этом случае владелец источника повышенной опасности, он освобождается от ответственности. Да, поскольку это вред был причинен вследствие чрезвычайных обстоятельств, либо умысла самого потерпевшего. Вот как вы уже сказали, суицид. То есть, вот он идет, идет и бросился под колеса. Решил он покончить жизнь самоубийством. И водителя-то за это никак нельзя, и владельца тем более привлекать от ответственности. Мы сейчас с вами проговорили, определили, кто владелец, владельца, кто несет ответственность. Поговорили о том, каким образом может быть человек освобожден, в каких случаях. Но давайте в целом проговорим ситуацию, когда человек, какие виды ответственности, какие виды ответственности существуют за ДТП. Ведь тоже вопрос неоднозначный. Одно дело уголовное ответственность в рамках уголовного дела, но потом возникают и другие. Иски потерпевших тем, кто совершил ДТП. Вот по этому поводу у нас есть видео со статистикой. Давайте послушаем. Шекснинским районным судом за период работы 2019-2020 годы размотрено 8 гражданских дел по искам о возмещении ущерба от дорожно-транспортного происшествия. По итогам рассмотрения данных дел взыскана общая сумма ущерба, включая моральный вред в размере 1 миллиона 322 тысяч 620 рублей. Так, в настоящее время у нас три вида ответственности, как мы понимаем. Все правильно. Вот давайте сначала поговорим об уголовной или административной ответственности, которая наступает. Да, потому что здесь есть разница. Если, как мы уже с вами сейчас обсудили, гражданскую ответственность несет владелец источника повышенной опасности, то в уголовном и административном законодательстве указано, что несет ответственность лицо, управляющее транспортным средством. И здесь может быть разница. Как мы уже с вами говорили, водитель, который исполняет трудовые обязанности, он лицо, управляющее транспортным средством, но он не владелец. Соответственно, разница. Уголовная ответственность его не привлекут. Наоборот. Да, а вот уже гражданскую-то ответственность будет нести, как владелец источника повышенной опасности, его работодатель. Давайте такой вопрос осмотрим. Предусмотрим административную ответственность, она предусмотрена в норме КААП. Если в результате нарушений ПДД граждане не получили тяжкий вред здоровью, никто из них не погиб. В этой ситуации только административная ответственность. Только административная, да. По этому поводу также есть видео, давайте посмотрим по статистике, сколько таких дел вообще рассматривалось. Шекснинским районным судом за период 2019-2020 года рассмотрено 19 дел в отношении граждан, которые привлечены к административной ответственности по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Из-за совершения данных правонарушений назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 107 тысяч рублей. Когда мы готовились к интервью, у нас были подсъемки и сейчас мы вот почти сразу покажем еще один сюжет, где идет раскрываться статистика по уголовной практике. Ну вот с конкретным примером, например, в районе Михайловского подворья, когда у нас произошло ДТП в ночи. Вот что касается уголовной ответственности, мы сейчас услышим о том, насколько часто это происходит в суде. За период 2019-2020 годов за нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергавшимися административным наказанием, судом рассмотрено 27 уголовных дел. Основным видом наказания являлись обязательные работы, а также штраф и лишение свободы условно. Кроме того, судом был ли назначен дополнительный вид наказания в виде лишения права управления транспортным средством. Также за указанный период за нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, судом рассмотрено 3 уголовных дела. Причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, управляющим транспортным средством и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 1 уголовное дело и повлекшее смерть человека, 2 уголовных дела. По итогам рассмотрения данных уголовных дел, три уголовных дела прекращены в связи с примирением сторон, по двум уголовным делам назначено наказание в виде лишения свободы условно, с лишением права управления транспортным средством, и по одному уголовному делу назначено наказание в виде ограничения свободы. Еще один момент, который фигурирует в вопросах, как от наших читателей до наверняка, и суд сталкивался с такими посылами от граждан, как определяется величина вреда, и чем руководствуется суд при определении меры возмещения? В первую очередь, учитывается потеря дохода гражданина, который пострадал в результате ДТП. Но сюда, опять же, есть разъяснение Конституционного суда, Верховного суда, сюда не входят пенсии и различные социальные способия. А второе, это затраченные средства на лечение, реабилитацию, приобретение дополнительного питания, дополнительных медицинских, допустим, медикаментов, которые не входят в программу страхования. В перечень. Да, в перечень программы страхования, которые не покрыты страховкой. Потом транспортное средство, и человек может остаться инвалидом, ему нужны технические какие-то приспособления. Но это ничего не возможно. Да, да, да. Это все как раз и входит в объем вреда, который потом рассчитывается. Ну, в любом, при рассмотрении любого дела, суд рассматривает его с двух точек зрения. Насколько мне известно, опять же, как и бывает, если я не прав, вы меня поправите. Это есть смягчающие вину обстоятельства и есть отягчающие. Вот что судом признается смягчающим вину обстоятельствам при рассмотрении дел о ДТП? Ну, как и любое уголовное дело, все смягчающие, вернее не все, а смягчающие обстоятельства, они у нас предусмотрены 61 статьей Уголовного кодекса. И там начинается с того, что это совершение преступления небольшой средней тяжести в случае стечения чрезвычайных каких-то обстоятельств. Потом там беременность, допустим, у женщин, наличие малолетних детей, явка с повинной, возмещение вреда потерпевшему. И этот список, активное способственное раскрытию расследования преступлений, и этот список, он не закрыт. То есть, в рамках конкретного уголовного дела, судья уже при рассмотрении, он может признать смягчающим любое... То есть, на усмотрение суда? Да, да, да. На усмотрение суда любое действие или деяние может быть расценено как смягчающее. В то время как отягчающее... Вот, да, еще один вопрос, это вот следующий. Этот список, он закрыт. Там он жестко регламентирован, мы не будем его весь перечитывать, потому что это все в открытом доступе есть в Уголовном кодексе. Допустим, рецидив преступлений. То есть, вторичное. Либо какая-то активная там... Сопротивление расследования. Укрывался человек. Нет, нет. Активная позиция подсудимого там при совершении деяния. И вот они там... Этот список закрыт. Ну вот наши ребята, которые катаются по Москве и стреляют из ружей во время свадьбы. А потом происходит ДТП, и мы начинаем говорить, ну что это, был там умысел? Ну там явно бы умысел в этой ситуации. Это будет отягчающим мину обстоятельством? Я думаю, что нет. Нет? Ну вот при всей очевидности казалось. Вот, допустим, мы разговариваем сейчас в рамках дел уголовных, которые рассматриваются... Это 264-я, то есть ДТП, которое дело... Там нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие. И там потерпевшие у нас есть. Рассчитывается, в принципе, сегодняшняя тема. Так вот, смотрите, стрельба из, допустим, оружия, они там постреляли, ну это хулиганство, по большому-то счету. То есть неуважение, явно неуважение к обществу, но на управление транспортным средством или там потерпевшим. А другое дело, если в результате этой стрельбы они попадут в кого-то, в граждан, которые проходят. Но это уже будет другой состав, мне кажется. Ну да, да. Тут следствие должно было сложно. Хорошо, а вот что входит в объем возмещаемого вреда? Ведь понятно, что потерпевший, когда он оказался в ДТП, он, допустим, у него там вышел в строй автомобиль, ему нужно восстанавливать свое здоровье. Но, например, у меня в автомобиле были ценности, которые тоже пострадали. Это может быть возмещено? Ну да, но должны быть доказательства представлены суду. То есть это все еще проверяется на стадии следствия, конечно, и потом уже дело. То есть он должен изначально это доказать, что у него это все было в машине, что-то. Да, и если оно пропало, оно потеряло свои товарные свойства, то это тоже может быть расценено. Но опять же, там экспертизы проводятся и все остальное. Я не говорю, что нельзя или исключительно всегда это делается, но оно возможно. Константин Александрович, вот Ваша судебная практика за последнее время изобилует примерами ДТП именно Шексинской, вот нашей местной тематикой. Их было несколько, они были резонансны, мы о них видели всю информацию, которая была в соцсетях, на нашей газете. Все это в широкой публике известно. Вот хотелось бы, чтобы Вы прокомментировали наиболее такие конкретные случаи, которые можно отметить в Шексине. Ну вот смотрите, буквально недавно рассматривали несколько дел по 264-й Уголовного кодекса Российской Федерации. И что получается? Допустим, вот как уже здесь демонстрировали ролик, это ДТП в районе Михайловска подворья, где водитель, управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, в результате которых пострадал водитель другого транспортного средства. Пострадавший долгое время, длительное время находился на лечении, в стационаре, потом ему нужна была реабилитация. И виновник, виновник приговором суда, признан, осужден приговором суда, назначено ему уголовное наказание, а также с него взыскано, поскольку он одновременно являлся и собственником, владельцем источника повышенной опасности, в пользу потерпевшего, 350 тысяч рублей, это затраченное на его реабилитацию, лечение и так далее, и в пользу фонда социального страхования в Вологодской области еще 8 тысяч рублей, это те денежные средства, которые были затрачены на лечение в стационаре. То есть, вот то, что медики потратили на лечение человека, оно не прошло безвозмездно. То есть, это был предъявлен счет, был предъявлен виновником. Подобная ситуация случилась и на Чопсовском перекрестке, где тоже, выезжая с второстепенной дороги, не уступил право преимущественного проезда другому транспортному средству. В результате случилось ДТП, пострадали тоже граждане. И с виновного, уже тоже приговором, кроме назначенного ему уголовного наказания, были взысканы денежные средства. Тоже порядка там 350 тысяч рублей в пользу потерпевшего. И уже там, поскольку он более длительное время находился не в одном лечебном учреждении, там уже порядка, по-моему, 38 тысяч рублей, это фонд социального страхования Вологодской области. Это те денежные средства, я еще раз говорю, которые были потрачены на лечение. Допустим, был другой случай, и ДТП было не в нашем районе, но тогда погибло аж 7 человек. Это вы имеете в виду череповецкий случай, рядом с границей с Шерстинским районом? Да, да, да. Я помню эту историю. То есть само уголовное дело, само уголовное дело, оно рассматривалось в Череповце. И лицо, управляющее транспортным средством, было признано виновным, назначено ему наказание, в виде лишения, по-моему, даже свободы, и реально. Сейчас не помню, не наш суд, потому что это выносил дело. Но потерпевшие, потерпевшие это, они уже обращались в порядке гражданского судопроизводства, в суд к нам, в Шексну. Вместо проживания. Поскольку, да, водитель-то как раз и выполнял трудовую обязанность. Он находился в рейсе, управлял там грузовиком и вот совершил ДТП. И уже с его работодателя в общей сложности было взыскано более 2,5 миллионов рублей. Вот, кстати, еще одна интересная тема, о которой можно поговорить. Существует некий романтизм в понятиях со стороны участников дорожного движения о том, что у меня машина застрахована, и если что-то произойдет, то я, в принципе, все получу по страховке. Вот насколько это верно и точно? Или все-таки там доля романтизма присутствует определенная? Ну вот смотрите, страховка, она никого не защищает и не спасает от административной, либо уголовной ответственности. Это она имеет отношение только к гражданской ответственности. Он застраховал свою ответственность и в рамках договора, и суммы, которая оговорена со страховой компанией. Да, страховая компания покрывает эти расходы. Хорошо, если они небольшая и покрыты страховкой. А если не покрыты? У нас, кстати, по этому поводу сейчас есть видео. Давайте посмотрим, ответим на этот вопрос. Шексинским районным судом за период 2019-2020 годы рассмотрено 13 гражданских дел по спорам о взыскании страхового возмещения по договорам ОСАГО и КАСКО, по итогам рассмотрения которых взыскана общая сумма ущерба, включая моральный вред, в размере 1 584 953 рубля. Да, проблема-то в том, что одно дело, когда страховка, ну классический случай, она когда ОСА не покрывает. Когда не покрывается ущерб суммой страховки, то в этом случае потерпевший имеет право обратиться в суд в порядке уже гражданского судопроизводства и разницу между теми средствами, которые он затратил на ремонт, восстановление автомобиля и то, что не покрыто страховкой, он идет и взыскивает в судебном порядке уже, в порядке гражданского судопроизводства с виновника. И там уже равна состязательность сторон, каждый доказывает свое. Он должен доказать, сколько у него был ущерб ему, то есть, как правило, это проводится экспертизой, возможно, даже не одна сторона, допустим, вторая, там, не согласна с чем-то, они проводят свою экспертизу. Иногда приходится суду уже назначать свою третью экспертизу в третьем заведении экспертном, ну и все это оценивается и приходит к выводу суд определенного. Есть какое-то разграничение, есть какой-то подход, когда один вид ответственности, ну мы же постоянно говорим о двух видах, о трех видах ответственности, уголовно-административно и гражданские отношения, когда один вид ответственности, по которому человек несет ответственность, освобождает от другого. Уголовное, административное, они взаимосвязаны, они друг друга исключают. То есть, понес уголовным наказанием, подминистративно, за одно и то же он не может быть привлечен повторно. Да, все правильно. А вот за вред, причиненный источником повышенной опасности, то есть это гражданская ответственность, один другого не исключает. То есть, может быть как административное и гражданское, либо уголовное и гражданское. То есть, тут разница небольшая. Если гражданский иск может быть рассмотрен в порядке уголовного судопроизводства и приговором взыска на эти суммы, то в административном порядке, друг немножко другой, постановлением не взыскивается, а потом потерпевшие обращаются в суд и в порядке гражданского судопроизводства уже решением суда взыскиваются затраченные там какие-то средства. Ну, я этот вопрос задал к тому, что если человек оказался в ДТП со статусом виновный, то он должен быть готовым и понимать, что гражданская ответственность в отношении его все равно будет, против гражданских исков он не застрахован абсолютно. То есть, скорее всего, они могут быть выдвинуты в любом случае. Да, да, да. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли в студию, за развернутые ответы. Я уверен, что у наших слушателей и те, кто нас сегодня слышал, они имеют еще вопросы, которые возникли уже в ходе нашего эфира. Тема очень сложная, она очень разнофлановая. Поэтому сообщайте нам свои вопросы, мы постараемся на них ответить в частном порядке, с удовольствием опубликуем. Вам хочу сказать большое спасибо за то, что вы пришли. Всем нашим подписчикам обращаюсь. Наша газета всегда в продаже, увидите ее на первом плане в нашей студии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте отметки «Нравится». Ждите наших следующих эфиров, будет очень интересно. Всего доброго. Всего доброго, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»